Адвокаты гражданина Латвии Дениса Человского просят Европейский суд по правам человека о временной защите. Юристы намерены таким образом приостановить решение латвийских властей о выдаче его Соединенным Штатам. Там его обвиняют в создании и распространении вируса, который поразил миллионы компьютеров по всему миру. Экстрадировать хакеров США постановило правительство Латвии. Николай Яковлев разбирался в этой теме. До сегодняшнего дня судьба 27-летнего гражданина Латвии Дениса Человского целиком зависела от латвийских властей. Теперь его будут судить в Соединенных Штатах Америки. Министр юстиции Латвии так прокомментировал решение Кабинета министров республики. Это решение было основано на аргументах прокуратуры и Верховного суда. И правительство постановило утвердить внесенным Министерством юстиции документ о выдаче этого лица для судебных действий в США. Адвокат Дениса Человского возмущен, что его не пустили на заседание Кабинета министров, где принималось итоговое решение. Защита экстренно подала документы в Европейский суд по правам человека, чтобы тот в самые короткие сроки наложил запрет на выдачу жителя Риги гражданина Евросоюза Соединенным Штатам. Если американская сторона утверждает, что преступление он совершил, находясь здесь, в Латвии, в Яманте, значит, по нашему законодательству все-таки следовало бы расследовать это дело здесь. Это основная проблема. У здания правительства бывшие одноклассники Дениса Человского организовали пикет. Товарищи Дениса утверждают, что он не настолько хорошо разбирался в компьютерах, и тем более программирование, чтобы быть замешанным в тяжких киберпреступлениях, в которых власти США обвиняют Человского. И требуют объективного расследования этого дела. Цель пикета – поддержать Дениса и дать ему возможность защититься на его родине, там, где он гражданин, где он родился. Гражданином этой страны он является от рождения. Я считаю, что гражданство – это не только обязанности гражданина, но и какие-то обязанности государства перед его жителями. С каждым приходом новых членов депутатов в СИМ, каждый кладет из них руку на садворство и дает клятву, что будет соблюдать закон. Закон сейчас нарушен. Денис Человский далеко не первый, кого экстрадирует США, чтобы судить подозреваемого на своей территории исключительно по своим законам. 22 июля соседняя с Латвией Литва приняла решение выдать Соединенным Штатам 47-летнего россиянина Дмитрия Устинова для уголовного преследования. До этого из Доминиканской республики в США был экстрадирован россиянин Александр Панин. Сейчас он содержится в тюрьме в штате Джорджия. Но если это иностранные граждане, задержанные на территории третьих стран, то теперь создается прецедент, когда государство добровольно выдает своего гражданина, чтобы его судьбу решал суд другой страны. Николай Яковлев, Вести.